Симона Прокажённого По мысли святителя Илария Пиктовийского, женщина, помазавшая главу Христа миром, прообразует язычников, которые воздали славу Богу в страдании Христа. Однако у святых отцов получают толкование и другие образы. Так блаженный Феофилакт Болгарский утверждает, что под миром следует понимать добродетель, а под главой Христовой – божественную природу. «Первое приносится второму, ибо говорится, да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое Господи». Псалом 140. Особый назидательный смысл в словах данного евангельского отрывка усматривает священно-мученик Игнатий Антиохийский, который говорит, «Господь для того принял мира на главу свою, чтобы облагоухать церковь нетлением. Не намощайтесь же зловонным мучением князя века сего, дьявола, да не уведет вас, как пленников, от надлежащей жизни». У всех четырех евангелистов есть повествование о женщине, помазавшей Господом миром в доме Вифании. Название «Вифания» по одной из гипотез значит «дом бедных» и, вероятно, означает «дом благотворительности». По свидетельству Иоанна Богослова, Вифания была в 15 стадиях, или двух километрах 700 метрах от Иерусалима. Она располагалась на юго-восточном склоне Елеонской горы. Здесь часто останавливались идущие в Иерусалим паломники. Здесь же жило семейство друзей Спасителя, праведные Марфа, Мария и брат их Лазарь, которого Христос воскресил из мертвых. Гробница Лазаря была христианской реликвией. В честь него арабы и назвали селение. Дом, в котором пребывал Иисус, принадлежал Симону Прокаженному. По закону Моисея Прокаженный был нечист и обязан был проживать вне селений. Однако перед врачом душ и телес отступала всякая болезнь, и предполагают, что Христос был в доме уже исцеленного Симона. Апостол Марк сообщает, что Иисус Христос вкушал трапезу. В это самое время пришла женщина, имени которой Писание не называют. Существует предание, согласно которому это была кающаяся грешница, о которой Евангелие упоминало ранее. И как раньше она с чувством покаяния помазала Господа в доме Симона Фарисея, так и сейчас пришла в дом Симона Прокаженного с чувством благодарности. С собой женщина принесла сосуд, сделанный из алавастра – тонкостенного мрамора, из которого изготавливали вазы, урны, курильницы и сосуды для ароматов. Внутри было мира – драгоценное масло, изготавливаемое из редчайших растений. Апостол Марк передает, что это было мира из нарда – растение северо-восточной Индии, которое отстояло от Палестины на более чем 4000 километров. Оно росло на высоте 3-5 километров в Гималайских горах. Это мира, по слову Марка, было пистике, то есть настоящее, ничем не разбавленное. По сообщению Плиния Старшего, обычно к миру подмешивали растения сыть и ложный нарт, которые росли повсеместно, а также прочие наполнители. Стоил один пондус нарда 100 динариев. А 300 динариев, которые были неплохой ценой благовония, составляли примерно годовой заработок рабочего или легионера. У сосуда было длинное и узкое горлышко, которое плотно закупоривалось, так что для помазания изливали мира по каплям. Но пришедшей женщине ничуть не было жалко для Господа этого драгоценного вещества. Она отбила горлышко и вылила весь объем масла на голову Иисуса Христа. Была ли она настолько богатой, что цена казалась ей незначительной? Нет оснований думать так и принижать тем самым ее усердие и любовь к Богу. Кто знает, может быть, это была ее семейная драгоценность. Христос открыл и тайный смысл такого действия. Выражая свою любовь к Богу, женщина невольно пророчествовала и о погребении Его, ведь именно усопших умощают благовониями. Но обратимся также к Ветхому Завету и посмотрим, в каком контексте упоминается мира и там. Прежде всего, само слово «Христос» или «Мессия», которое присутствует и в Ветхом Завете, обозначает «помазанник». Именно царей, священников и пророков помазывали миром, через которое Святой Дух сообщал им необходимые для служения дары. В книге Исход употребляется мира особого состава, которое строго запрещено было приготовлять посторонним. Им помазали Аарона с его сыновьями, а также все принадлежности с Кинией. Из книги царств мы знаем, что пророк Самуил возлил елей на голову Давида, будущего царя и пророка. Но первосвященство Иисуса, помазанника Божьего, превыше первосвященства Аарона. И господин Израиля и языческих народов Давид сам называет Иисуса Христа Господом. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня. Ты священник вовек по чину Мелхиседека», то есть вечный. Псалом 109 стихи 1 и 4. Елей и мира также ассоциируются с радостью. «Помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих», пророчествует о Христе псалмопевец, Псалом 44. Наконец, мир и нарт упоминаются в самой таинственной книге Ветхого Завета «Песни песней». Например, «Имя твое, как разлитое мира», глава 1, стих 2. Эти слова все толкователи относят к Иисусу Христу, а значит, имя Христово освящает мир, радует его благоуханием духовным, исполняет дарами благодати, будучи именем Божиим. Итак, женщина достойно почтила Господа как Мессию, первосвященника, и как источник радости всему миру, приготовив его к грядущему погребению. Пусть она будет нам примером, а не сребролюбец Иуда, который роптал на дороговизну совершенной жертвы. Пожертвовать же можно не только вещественное богатство, но и свои покаянные слезы, по слову преподобного Симеона Нового Богослова. «Дозволь же мне и держать, и целовать твои ноги, и потоком слез, как драгоценным миром, дерзновенно их помазать». Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok